Привет, с вами Ньерл, и это каст второго матча из финалов турнира ESL Carnage Cup 2 на 2. И в нём участвуют Spirit, играющий за Варлока, Рар, играющий за Лорда Хаоса, Хулихаммер за Ликтора Альфа и Сум за Равенера Альфа. Он перешёл опять за своего родного героя после того, как в прошлом матче он играл за Тирана Улья. Пока что первая игра была не очень впечатляющей, но, надеюсь, в следующих матчах, в этом в частности, они справятся лучше. Первый Дистрактор этого Варлока промазал, Сум его явно ожидал и быстро от него увернулся. Да, думаю, Тварлок сможет перекопать точку, и он применил флит для того, чтобы уменьшить получаемый дальнобойный урон. И сейчас ему на помощь придёт Лорд Хаоса, но тем временем Хулихаммер нападает по правому флангу. Три отряда гвардейцев. В такой билд пошёл Spirit, это тот же самый, который он использовал в прошлом матче. И он послужил ему довольно неплохо, и Spirit сразу же ставит поверноду, чтобы Хулихаммер не мог перекопать эту точку. И Spirit уже потерял своего героя довольно быстро. Но рядом был Хаослорд Рара, так что он их рестнул. И Хулихаммер сможет разбить эту поверноду. Конечно, если ему не помешают эти три отряда гвардейцев. Учитывая, сколько тут народу и ещё и героя, я сомневаюсь, что у них это получится. Такие ранние потери энергии против Тиранид, по-моему, очень плохо. В конце концов, да, сейчас Хаммер перегруппируется, протанкует этих стражников Ликтором, и они все отступят. Я не знаю, насколько хорошей идеей было вообще три отряда гвардейцев. Конечно, баньши были бы в такой ситуации тоже так себе. Потому что на них бы делали калечащий яд, и потом убивали. Но три отряда гвардейцев это тоже выглядит как-то не слишком хорошо. И в то же самое время Сум ломает другую точку энергии. И еретики вынудили их отступить. Вряд ли эти хромагаунты понесут ещё потери. Хотя вполне может быть, у них очень мало здоровья. И Хулихаммер, похарасив энергию и перекэпов её, уже пришёл на центр. Три отряда гвардейцев оказались не способны остановить начальное наступление Хулихаммера. К тому же, Спирит в это время послал своего героя на центр. И, по-моему, в битве против Тиранид... Ух, они ещё и сломали другую точку энергии. В битве против Тиранид обязательно очень мощная экономика. И вы можете сказать что-то вроде... Против всех раз нужна мощная экономика. Против Тиранид в особенности. У других армий нет Корнифексов из фармлордов. Тираниды у них намного более необязательный второй тир. То есть, они могут на нём, скажем, сделать только один отряд ядовитых воинов и всё. И при этом, все их первотирные юниты, они станут такими же сильными, как второтирные. К тому же, их равенеры спокойно держатся и на втором тире. Поэтому Тираниды, особенно если они получат экономическое преимущество и раньше выйдут на второй и третий тир, с ними очень сложно справиться. И сейчас, да, у Хольхаммера и Сума у них уже полные генераторные фермы. Стражники опять все трое отступают. Я всё-таки думаю, что плохой идеей было делать три отряда стражников. На центре... Центр пока держится за... Да, центр тоже держится красной командой. И... Не знаю, мне кажется, что против Тиранид лучше бы подошла какая-нибудь армия, которой не нужно много энергии. Потому что Эльдар им нужно много энергии. Хаоситам на первых двух тирах также довольно много надо. На третьем они могут начать... У них уже может оставаться много энергии, не потраченной. Но на ранних это... Им очень нужно. И Хольхаммер в очередной раз перекопал энергию. Да, это очень плохое начало для синей команды. У них нет никакой энергии. Они только сейчас поставили генератор. И... Уже с самого начала это выглядит очень плохо для них. Спирит с его тремя стражниками не может на равных сражаться с Тиранидами. Только после того, как он перешел к массовым шурикенным пушкам. У него это получалось. Я думаю, что в данной битве против Тиранид полезнее была какая-нибудь армия, которой нужно тратить намного меньше энергии. То есть, например, Имперская Гвардия, которые очень хороши против Тиранид. Хаситы против них тоже неплохи. Но посмотрим, как дела у Холлихаммера. У Тиранид есть две генераторные фермы, почти полные. Одна полная, на второй нет одного генератора. И Спирит смог отбить свою позицию. Я сомневаюсь, что это надолго. Но Спирит в очередной раз делал обжигание свой горящий меч. Хороший деструктор. Что он называется? Иммоллятор. Сжигатель. Я не помню точно, как он называется в русском переводе. Варлоук вынужден будет отступить. Но Спирит смог пройти на генераторы к Холлихаммеру. И, возможно, ему даже удастся их похарасить. Это было бы крайне важно для него. Но хороший фланг вот этих термогаунтов. Спирит успевает переразложить свою ширикенную пушку. Сейчас термогаунты отступят. Но спасать эти генераторы уже несутся два отряда равенеров. Как дело на левом фланге. Полная генераторная ферма у синей команды. Единственная, которую им удалось защитить. Сейчас успех синих во многом будет зависеть от того, сможет ли Спирит похарасить эту генераторную ферму. Вот исключительно от этого. Сейчас у красных очень мощное экономическое преимущество. Они могут себе позволить даже несколько отрядов равенеров на первом тире. Потом перейти на второй, там, сделать ядовитых воинов. И синие не сделают ничего. Повернода сломана. Но ширикенные пушки начинают переустанавливаться. Я не знаю, насколько хорошая эта идея против равенеров. То есть, тут третья ширикенная пушка. Да, Спирит очень ответственно подошел к этой задаче. И он убивает Ликтера Альфа на левом фланге. Это, в принципе, все, что сейчас может делать Рар. Держаться за свою точку энергии. И он убивает этого, этих хромагаунтов. Благодаря тому, что у Сумы здесь есть туннель, Сум может быстро доставлять сюда свои войска. И Рар находится под бесконечной осадой. Он не может ни отойти куда-либо, ни помочь своему союзнику в Харасе. Но похоже, что Спирит наконец-то почти все доломал. Он сломает последний. На правом фланге дела идут довольно неплохо. Две полные генераторные фермы у синей команды. Благодаря тому, что Спирит долгое время сождал генераторы Холлихаммера, он смог поднять свою собственную геноферму. Но сейчас отряд хромагаунтов прокрался на нее. У Спирита две шурикенные пушки. Похоже, одна где-то погибла. Два отряда равенеров откапываются прямо на армии Спирита. И один отряд его стражников может погибнуть. Но у него тут вовремя установилась шурикенная пушка. И Сум смог отбить эту точку энергии. У Рара нет. У Рара погибли... У Рара погибли космодесантники Хаоса. Холлихаммер пишет. У него 15 шурикенных пушек. Или 20. Их всего две. Было три. Это тоже очень неприятно для синей команды. После начальной потери энергии им дополнительные не нужны. Но сейчас Рар на втором тире. Сможет ли он наказать Тиранит? За. Очень тяжелые первые тиры. Но у них-то с экономикой все было хорошо. В отличие от синей команды. И одной генераторной фермы. То есть красная команда ломала синим генератором несколько раз. И поэтому... Холлихаммер и Сум тоже уже переходят на второй тир. Они могут. Холлихаммер... У него просто не хватает влияния. Скорее всего он пополнил свои отряды. Поэтому у него его не хватает. Ликтор стоит и ничего не делает. Вот. Наконец-то пошел. Равнеры в очередной раз отступают. Не потеряв ни одной модели. Холлихаммер будет переходить на второй тир. Как только у него накопится влияние. И да. Спирит пытается перекапать точку энергии своим варлоком. Это уже абсолютно пустая точка энергии. Здесь нет ни одного генератора. Я... Все-таки это очень неприятная игра для синей команды. Я не знаю смогут ли они выиграть против таких хороших игроков за тир. Как Холлихаммер и Сум. Да, Сум уже делает ядовитых воинов. И он может сбросить Равнера в своей глобальной способностью. У него довольно много красного. И Холлихаммер Опять Начал Мощно атаковать Спирита. Так что теперь же Спирит Находится в оборонительной позиции. И речи о том, чтобы захватить центр до недавнего времени даже не шло. И сейчас его опять отобьют. Спирит сделал массовый флит. Интересно для чего. И эти еретики убегают. От огромной армии тиранид. Четыре отряда Равнеров коллективно находятся в данный момент на поле боя. Это больше отрядов Равнеров, чем синяя команда в данный момент себе может позволить. И ядовитый выводок. Вот эти ребята, которые после патча будут стрелять на ходу. По-моему это слишком сильно. Они делают Равнеров еще сильнее. И синим нужно быстро и очень мощно наказать тиранид в ближайшее время. Ответить им как-то на атаки. Желательно загнать их на базу. И сломать их генераторы. Потому что если они этого сейчас не сделают. Они не выиграют. Никак не выиграют. Желательно с большими потерями. Их победит тиранид. Но сейчас тиранид находится в абсолютно комфортной ситуации. У них все отлично. Это лорд Хаоса. Чуть не погиб. А Спирит... Да, у него... Его две шарикенные пушки охраняют. Его точку победы. И Спирит высадил своего Утарха. Судя по всему, он не убил ни один отряд. Даже потери им не нанес. И Сум, и Холлихаммер опять находятся на центре. У Равнера Альфа есть... Синапс на урон. Это значит, что... Равнеры и термогаунты, находящиеся рядом с ним, будут наносить еще более чудовищный урон, чем они наносят сейчас. И... Да, сейчас в Тиховоке... Нет, они вряд ли умрут. Но этот Бладкрашер фактически... Мертв. Да. Равнер Альфа... Посмотрим. Все зависит от того, какой урон он будет наносить Равнер Альфа. Если его сейчас свяжут... Нет, его не свяжут. Эти еретики понесли слишком большой урон. До этого Бладкрашера просто сейчас закатят. Эм... Но Рар применяет... Эм... Зловредную слепоту. И убегает своим Бладкрашером. У него 39 жизней. Но если Сум... А Сум его просто догонит. Но нет. Еретики... Становились. Начали поклоняться. У Бладкрашера восстановилось немного жизней. Куда подкапывается Сум. Он знает, куда пойдет Бладкрашер. Куда бы он в обычной ситуации пошел. И Рар тоже знает, где его ждут. Поэтому он ведет его по другой дороге. Сбрасываются Равнеры с пополнениями для всех отрядов. И... Сейчас... Да. По этой дороге Бладкрашер вернется к себе домой на базу. Холли Хаммер тем временем полностью уничтожил сопротивление Спирита. Возможно, Спирит был на центре. Но синяя команда не может себе позволить терять генераторы в игре против Тиранид. И... Эти Хормогаунты чуть не погибли. Они, возможно, даже погибнут... У него три жизни осталось. Две жизни. Ладно, это везучий Хормогаунд. Как будто Тиранидам нужна еще и удача для того, чтобы побеждать. И Раар делает Бладлаттеров. Которые смогут относительно эффективно драться в ближнем бою с Равнерами. Красная команда замечательно себя чувствует. Холли Хаммер же на третьем тире. И вскоре мы увидим Корнифекса. Я думаю, у синей команды отвратительная ситуация по точкам победы. И... Я думаю, этот матч фактически окончен. Красные замечательно провели этот матч. С самого начала они осаждали вражеские точки энергии. И перекэпывали их. Благодаря этому они утвердили собственное преимущество. И даже когда синие перешли на второй тир. Красные просто вышли слишком... Вырвались слишком далеко вперед. Для того, чтобы синие могли что-то сделать. Я думаю, что Spirit и Rar им следовало это ожидать. Для того, что Тираниды будут стараться их... Убить их энергию. Да, сейчас и Сум переходит на редтир. Я не знаю, дойдет ли дело вообще до Корнифексов. Похоже, что нет. Да, Rar и Сум говорят. ГГ. Это значит, что они сдаются. Хорошая игра это буквально значит. Гуд гейм. И Лорд Хаоса погиб. Тираниды идеально провели этот матч. Они с самого начала знали, что им нужно для победы. И синяя команда не смогла их на этом пути остановить. Так что... Молодцы красные. Не молодцы синие. Перейдем к третьему матчу. Надеюсь, этот матч вам понравился. По крайней мере, он показал, что должны делать Тираниды в 2 на 2, для того, чтобы быстро и эффективно побеждать. Какие Тиранидские билды самые замечательные. И в какие Эльдарские билды ходить не стоит. Хотя Спирит неплохо держался своими масса шурикенками. Против Тираниды ему все равно было очень тяжело. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в группу в Стиме. До свидания.